Россия помогает жителям Луганской и Донецкой народных республик не только отправкой гуманитарной помощи. Регионы принимают тех, кто выезжает из зоны военных действий в нашу страну. Правительство России приняло постановление о распределении по регионам беженцев из Украины, Республик ДНР и ЛНР. Постановление отмечено, сколько человек должен принять тот или иной регион. Лидером списка выступает Воронежская область, которой примет 7000 человек. В нашу республику прибудут 240 беженцев. Федеральная комиссия, занимающаяся вопросами беженцев, рекомендует в качестве пунктов временного размещения социальные лагеря, курортные базы и санатории. К сожалению, на территории нашей республики нет таких площадей, где мы могли бы беспрепятственно разместить людей. И поэтому мы рассматриваем только возможности резервы гостиничного фонда. Важно понимать, что пока вероятность массовой и экстренной отправки беженцев в субъекты Сибири и Дальнего Востока крайне мыла. Потому что мы понимаем, что это довольно-таки далеко, еще и погодные условия у нас пока с низкими температурами. Поэтому на данный момент субъекты Сибирского и Дальневосточного округов беженцев не отправляют. А та цифра, которая указана, это в перспективе на случай крайних каких-то позиций. На случай, если в скором времени наступит форс-мажорный час, Тува будет готова принять 240 беженцев из Донецка и Луганска. Пенсионный фонд и Минтруд Тувы заключили с Федеральным центром соглашение о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей каждому прибывшему для первой необходимости. РС Мангуш, Буян Мангуш, Буян Солчак, телеканал Тува-24.